Долговая яма вместо новых квартир. На горячую линию НВК Саха обратились дольщики печально известной северной строительной компании. Еще в 2015 году застройщик должен был сдать подряд первую и вторую очереди домов на улице Каландрашвили. Но в начале этого года его признали банкротом. Первый дом, который находится на завершающей стадии строительства, должны достроить. А вот дольщики второй очереди остались не у дел. Как сегодня живут обманутые люди и какие прогнозы дает Минстрой, узнаем в материале Саргулана Захаровой. Айталина Протопопова показывает свой дом, с которым надеялась попрощаться еще больше года назад. Старая деревяшка в поселке Геологов покосилась и даже ремонт не спас положение. В квартире живут сразу три поколения. Мама Айталина, ее дети, в том числе 10-летняя дочь и сын инвалид первой группы. Она с гордостью делится его достижениями и о том, как несмотря на недуг, он наравне со всеми учится в университете и как они мечтали переехать поближе к учебе. Я слышала, что застройщик уже давно строит дома и поэтому доверила ему свои деньги. Надеялась на завершение строительства, но вот уже второй год жду своей квартиры. Мне понравилось расположение дома. В этом районе учится в политехническом лицее моя 10-летняя дочь. Сын инвалид первой группы, учится в СВФУ. Думала, что им будет легче добираться до учебы. Но сегодня надежды рассыпались как карточный домик. Сына сняли с очереди на получение квартиры. Строительство, в которое вложилась семья, остановилось. Отец, который тоже ждал заслуженное за почти 50 лет работы в сфере здравоохранения жилье, не выдержав все потрясения, скончался в декабре прошлого года. Чтобы вступить в долевое строительство на Каландарашвили, я продала свою квартиру. Взяла сразу несколько кредитов в разных банках. Теперь каждый месяц мне приходится платить большие суммы за несуществующее жилье. Мой отец тоже долгие годы стоял в очереди на получение квартиры, но так и не дождался. Из очереды неприятностей его сердце не выдержало, и в конце прошлого года у него произошел инфаркт. Теперь, лишившись не только денег, но и близкого человека, многодетная мама разводит руками. Надежда, справедливость не осталась. Единственное, когда-нибудь дождаться продолжения строительства на Каландарашвили. Но и здесь не все так гладко. Там всего заключено 65 договоров долевого участия. Из них 42 гражданина включено в реестр граждан, чьи права нарушены. И у них имеется 17 договоров, застрахованных в региональной страховой компании. Оставшиеся граждане могут претендовать на частичное возмещение своих затрат в рамках закона о банкротстве. Остается надеяться на торги, но и они не сильно изменят ситуацию. Ведь вырученные средства не смогут полностью покрыть все расходы обманутых дольщиков. Тем более не вернуть человека.